МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Пенсионный фонд на днях продемонстрировал систему бесконтактной идентификации пенсионеров с помощью смартфонов. А у многих ли пенсионеров есть современные смартфоны? Вежливо поинтересовалась вице-премьер Татьяна Голикова. Вопрос повис в воздухе. Это же потемкинские деревни, после паузы константировала вице-премьер. Информационное агентство, банки и финансы проанализировало госконтракты, заключенные пенсионным фондом за последние месяцы. Не могу не рассказать вам об этих удивительных контрактах. Только с октября по декабрь 2018 года 1,8 млрд рублей были потрачены на создание различных электронных подсистем. электронный документооборот АИС ПФР-2, управление IT-активами АИС ПФР-2, подсистема ведения оперативного учета товарно-материальных ценностей и проведение инвентаризации основных средств подсистема базы знаний АИС ПФР-2, разработка программного обеспечения, ведение электронных дел и так далее, и так далее. Всего не перечесть. А тут разом все компьютеры поломались, ну нагрузки не выдержали. И тогда, 20 ноября, Пенсионный фонд закупил новые компьютеры, мониторы, клавиатуры и мышки на 220 млрд рублей. Еще в миллиард обошлась чиновникам Пенсионного фонда в 2018 году связь от Мегафона. Видимо, это очень разговорчивые люди. А может, у них много свободного времени для телефонных разговоров. Но когда много говоришь по телефону, аккумуляторы в мобильниках садятся, а их нужно подзаряжать. Поэтому Пенсионный фонд закупил больше тысячи внешних аккумуляторов. Вместе с ручками и карандашами стоимость этого госконтракта составила 6 млн рублей. А чтобы разговорчивые сотрудники фонда случайно не выболтали каких-нибудь секретов, Пенсионный фонд произвел закупку у Ростелекома, Системы контроля коммуникаций сотрудников и предотвращение утечек информации. Соляр Дозор 6. Стоимость этого чудесного оборудования составила всего-то 59 млн рублей. Особенно озабочена в Пенсионном фонде собственная репутация в глазах общественности. Ежегодно в течение пяти последних лет выделяются огромные деньги на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения России. А подряд получает одна и та же офшорная фирма – Adwatch Isobar. В этом году контракт заключен на 58 млн рублей. Всего же за все время она получила от Пенсионного фонда 356 млн. Ну и кстати об офшорах. Почти все крупнейшие поставщики, с которыми заключает контракт и Пенсионный фонд – стопроцентные офшоры. Это в первую очередь две компьютерные фирмы – RedSys, получившие от ПФР в общей сложности около 9 млрд рублей, и Magellan, получившие 4,4 млрд рублей. 2,3 млн потрачено на бесконтактную мойку служебных машин дирекции Пенсионного фонда. BMW 750i, Audi A8 и Audi A6 теперь блестят как новенькие. 8,7 млн обошлась закупка новой офисной мебели, в том числе мягких кресел. Не на табуретках же думать о нелегкой судьбе наших пенсионеров. А 287,000 ушло на апретирование ковров Пенсионного фонда после химчистки. Вот если кто из пенсионеров не знает, апретирование – это специальная пропитка ковров для того, чтобы они сохраняли внешний вид. Видимо, деньгами их и пропитывали. 445,000 выделены на услуги по обслуживанию цветочных композиций, чтобы они радовали глаз руководства. На дворе зима, а в Пенсионном фонде цветы. Приятно, правда? Всего 84,261 рубль и 83 копеечки заплатит Пенсионный фонд России индивидуальному предпринимателю Котомцевой за обслуживание пяти аквариумов и одного аквариумного комплекса в здании Пенсионного фонда по адресу Москва, Шаболовка, дом 4. Кстати, госпожа Котомцева – петербурженка, так что для обслуживания аквариумов ей придется часто ездить в столицу. А это дополнительные расходы. Если вы подумали, что в Пенсионном фонде занимаются чем угодно, только не пенсионерами, это не так. 2 июля 2018 года, через несколько дней после объявления о повышении пенсионного возраста, был заключен контракт на создание нескольких баз данных, в том числе базы умерших пенсионеров. И стоимость-то его всего 41 миллион. Видите, какая забота о людях проявляется? Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.